друзья всем привет сегодня 16 марта пятница и как мы с вами договались сегодня нас на обзоре будет киа стингер в комплектации gt line вот обратите внимание как нас встречает автомобиль обычно когда приходишь к дилеру брать машину нас где-то на парковке но в нашем случае она стоит в отдельном боксе номерочек у машины 747 точно такой же как на моей ласточки в общем про этот автомобиль мы сегодня так детально поговорим потому что одни говорят это плохая тачка другие говорят это классная тачка споры вокруг машины набирают обороты будем разбираться но прежде чем мы начнем положа руку на сердце хочу честно вам сказать что дилер не дает автомобиль и не просит ничего абсолютно говорить нахваливать будет на машину по езди сделай конструктивно выскажи свое мнение за этому огромное спасибо если вы хотите купить автомобиль марки киа в любой модели пишите мне помогу чем смогу до менеджера даже на этот автомобиль новый вам уже сделают скидку ну как минимум подарят летнюю резину не будем размазать кашу по тарелке поехали кататься и делать обзор мы с вами перемещаемся в то место где два года назад летом мы снимали новинку оптиму gt даже сейчас проехали полицейские которые тогда два года назад здесь проезжали и узнали нас будет а вы вроде как снимали грану снимали там два года назад кстати тот же самый дилер когда он единственный был который откликнулся вообще дал нам машину то было 3000 подписчиков на канале и все говорили а идите нахер но не суть вот давайте знакомиться с автомобилем как вы знаете уже многие блогеры многие журналисты съездили покатали сделали детальные обзоры показать как он катается по горам и вот наконец-то автомобиль оказался в москве в марте стартовали продажи вот сейчас ты можешь прийти к официальному дилеру и купить машину самая базовая версия стоит 1 миллион 900 тысяч рублей если ты знаешь трейдин естественно соточку тебе как бы могут скинуть от скидки конечно условно но вот например резину зимнюю подарить запросто могут потому что автомобиль идет непосредственно летней резине вот давайте посмотрим на автомобиль вот на сегодняшний день мы уже так немножко катаемся по москве я вам скажу люди смотрят люди интересуются подходят спрашивают какой двигатель что из себя представляет автомобиль просит открыть дверь дать посидеть возможность вот это именно тот автомобиль про который можно смело сказать здесь есть чему зацепиться взгляду но на самом деле вот многие люди его сравнивать начинают с porsche самая топовая версия стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей самая дешевая бюджетная версия porsche стоит 6 миллионов 200 тысяч рублей самая простая более-менее нормально обойдется вам 8 миллионов что можно взять в альтернативу этому автомобилю если ты говоришь корейцы не но это не то мне не интересно audi опять спортбэк за 2 миллиона 700 тысяч рублей примерно столько стоит наш автомобиль конкретно можно найти новый audi a5 2017 года в более-менее неплохой комплектации в любом случае начать сравнивать комплектации будут несравнимы эта машина где-то будет побогаче где-то конечно и audi будет во много раз лучше но разгон у них одинаковый будет что здесь заявлены 6 секунд что в audi a5 будет заявлены тоже 6 секунд альтернативу какую-то другую ну все на ваш суд комментарии открыты выскажите чтобы вы купили если брать в расчет что этот автомобиль стоит 800 непосредственно эту модель первый раз анонсировали еще в 2011 году тогда это было жить и конце вот на сегодняшний день 2017 году все она приобрела полное название стингер и на самом деле название очень даже интересно знаешь бывает называют машинки непонятным там а x35 rio ну еще там более-менее можно сказать но вот стингер для спортивной тачки на мой взгляд название очень подходящее давайте потихоньку подходить ближе вот смотрите если взять базовую версию нашу чем она собственно будет отличаться ну скажем так стайлинговые вещи решетка радиатора будет не хромированная будут другие фары стоять вот фары сами все такие же по форме но они будут обычные галогеновые в нашем случае идет лет оптика ближний дальний самый топовые версии фары еще будут поворотную задняя часть автомобиля в принципе выглядит плюс-минус везде одинаково различного рода есть эксперты которые говорят что фары здесь слишком большие или их нужно было перерисовать я здесь судиться не беру потому что дизайнеры есть дизайнеры грамотные люди работают в автомобильной тематике целую жизнь свою что мне здесь единственное нравится ну смотрите вот киа до решетка радиатора узнаваемая то есть чисто как они называют это улыбка тигра и значок и вот когда например ты берешь бмв новую ты можешь делать тюнинг от harman и то есть тебя будет новая бляшка стоять до эмблемка harman то есть на колесах везде вот мне кажется здесь тоже можно было бы над этим подумать например заменить решетку радиатора сделать абсолютно другой и поставить другой значок потому что в целом смотришь на автомобиль все классно реально вот все кто рассказывает там различного рода обзор одни могут нахваливать машину другие могут говорит то что это говно собачье не берите его пацаны советую всем вот в живую взять автомобиль хотя бы на полчасика прокатиться кружок и тогда вы сделать прям полноценные выводы в нашем случае никаких псевдо элементов нет все эти воздухозаборники действительно работают вот отмечу хромовая решетка зеркала с хромом с темным с таким покрытием смотрится действительно симпатично особенно когда автомобиль чистый новый весь блестит давайте откроем капот и посмотрим что на встрече там она встречает на самом деле небольшой ассортимент двигателей но в первую очередь давайте нашего начнем 247 сил бензиновый с турбиной работает это все в паре с 8 ступенчатой автоматической коробкой передачи zf коробка всем известная паспортный разгон заявлены 6 секунд вот здесь немного хочу остановиться до видел в комментариях писали уже в инстаграме посоветовали посмотреть видеоролик где человек тестирует этот автомобиль точно в такой же комплектации именно разгон 0100 и у него показал он по прибору race logic если не ошибаюсь 8 секунд двигатель был там абсолютно не обкатанный новый автомобиль дорог была мокрая я думаю что лучше это сделать каким образом обкатать двигатель покататься на машинке хороший солнечный день потестировать вполне возможно то что действительно будет погрешность по разгону здесь и акию защищать не собираюсь так как с оптимой gt была та же самая история люди тестировали показывали что в заявленный показатель она не едет автомобиль может идти как на полном приводе так и непосредственно на заднем даже несмотря на то что наш автомобиль с полным приводом когда в штатном режиме ты едешь большую крутящую часть переносится на заднюю ось есть дефорсированная версия такого же двигателя там будет 197 лошадей задний привод самой бюджетной версии стоит миллион по 700 если не ошибаюсь и разгон там 8,9 секунд заявленной она же с полным приводом будет в районе 7,8 секунд то есть все показатели меньше 10 секунд если взять самую топовую версию 33 литра в 6 2 турбины там если не ошибаюсь коробка передач вроде немножко отличается на более сильно могу здесь ошибаться вроде бы тоже восьмиступенчатая поправьте если что вы все знаете лучше меня а вот она разгоняется по паспортным данным 5,1 секунды да да я не ошибся вот если зайти на официальный сайт и скачать например вот буклет по машине там будет именно написано что 5,1 секунды если посмотреть в других информационных источниках тоже на официальных сайтах то там заявлены показатели 4,9 секунды в любом случае киа говорит то что это у нас впервые самый быстрый автомобиль за всю нашу историю двигатель на самом деле нам здесь всем уже давным-давно известный это семейство z2 он устанавливался также на hyundai genesis g80 2017 года крутящий момент непосредственно в нашем двигатель 353 ньютон-метра при 4000 оборотов в минуту подчеркиваю в минуту максимальная скорость в нашей комплектации 240 километров в час если взять топовую версию туда можно разогнаться 270 километров в час распорки два газовых упор абсолютно недорогая вещь но очень полезная и удобная там же находится где и у мерседеса примерно бачок для омывающей жидкости в общем здесь вам все понятно здесь мы сделаем одно ждем просто время но в любом случае производитель говорит пять лет гарантия и 150 тысяч вот на секундочку если задаться вопрос вот поставить сюда сейчас audi опять спортбэк вот чтобы ты выбрал но я думаю многие скажут что конечно же audi а вот если задать вопрос таким образом если ты берешь автомобиль на пять лет и ты уверен что за эти пять лет ты проедешь 150 тысяч вот как ты считаешь где будет автомобиль надежный вот kia stinger или же audi a5 вот напишите ваше мнение в комментариях с каким проблемах с каким автомобилем больше будет проблем я здесь не беру сделать никакие выводы чтобы все было объективно вес автомобиля 1850 килограмм габарит его вы сейчас видите на экране здесь пока что сказать больше нечего ждем время по стариночке клиренс автомобиля для россии 150 миллиметров в топовой версии gt будет клиренс 130 миллиметров подвеска передняя независимая типа макферсон колес у нас тут разница широкие сами диски 19 и 225 40 и 245 на 40 комплект колес подчеркиваю зимней резины будет стоить порядка 60 тысяч рублей техническое обслуживание на автомобиль стоит 12 15 тысяч рублей каска на автомобиль но все индивидуально но будет стоить порядка 80 100 тысяч рублей автомобиль не находится в зоне угоняемость поэтому с ним проблем по идее быть не должно в нашей версии тормоза идут дисковые вентилируемые в топовой версии идут тормоза brembo соответственно сколько они будут стоить по замене мне тоже интересно послушать суппорта плюс диски я думаю ценник будет порядка ну 150 тысяч должно быть как минимум а там конечно смотреть какой самый большой спор вот некоторые говорят то что киа пытается прыгнуть в премиум сегмент если вы даже тупо зайдете на официальный сайт где должна быть по сути одна сплошная реклама там про слово премиальность сказано только один раз когда речь идет про музыкальную систему harman kardon все остальном же люди пытаются занести следующую фишку что автомобиль сделал именно для любителей драйва кто вот хочет сесть автомобиль отправиться к ланте знал в другой город то много есть и при этом получать удовольствие именно от вождения это не семейный автомобиль хотя вот кузов и пространство салона вполне вмещает себя в семью то есть ты можешь сесть женой дети у тебя сзади будут сидеть и ты будешь комфортно передвигаться у него раскладываются сиденья то есть точки зрения практичности и удобства есть в этом автомобиле все что нужно но и в тот же самый момент никто не кричит то что это конкурентом porsche или еще кого-то кузов фастбэк да он похож на porsche panamero ну и что что нельзя что ли тоже сделать автомобиль который похож вы вспомните сами даже простую весь телефонами вот сейчас выкладывают все топовые телефоны 10 штук все как один задняя подвеска независимая многорычажная тестировался автомобиль на нюрнбург ринге что говорит о том что действительно поработали минуту управляемостью тестирует мы будем сейчас по городу но обязательно когда станет тепло мы отправимся куда-то за город и действительно дадим ему просраться как говорится давайте я присяду автомобиль сам за собой что я здесь получаю отмечу что когда глушит автомобиль сиденье отъезжает назад поэтому сейчас завести она чуть вперед но в любом случае даже в таком состоянии в таком положении очень удобно если поговорить за отделку тот спереди например там заявляют что идет алюминий вот это вот по ощупь ну вообще больше похоже на пластик помните вот вы недавно снимали где класс вот там садишь назад там действительно чувствуется роскошь думаешь блин дорогой автомобиль здесь же этого не чувствуется у нас идет кожаный салон в самой базовой версии тряпки не будет там будет просто кожзаменитель в самой топовой версии будет кожа на по автомобиле установлено 15 динамиков сзади есть подогрева открыть с кнопочки воздуховода климат-контроль трех зоны черный потолок у нас идет сам потолок замша здесь есть ставки с алькантарой в общем сзади все стандартным для киева то на самом деле садишься от задней части тут ну реально киев конечно же можно сложить задний диван будет больше мест вот вылазить из автомобиля смотрите сами да то есть принципе не очень удобно пачкаться можно это спортивный как бы автомобиль поэтому терпимо потихонечку переходим к задней части бак у нас идет 60 литров километров на 500 600 запросто хватит не знаю почему но все придираются вот к этому элементу он не светится просто бутафорик это фотик скажем так ну на мой взгляд на самом деле со стороны встать именно сбоку показать автомобиль когда он стоит какой-то шар в нем есть такая изюминка но кому-то нравится кому-то не нравится вот посмотреть на задницу автомобиля парни ну скажите сами вот четыре патрубка раздвоенный такой выхлоп под задняя часть фонари сделаны симпатично на самом деле тачка сзади смотрится ого-го вот без шуток говорю никто нет денег не давал вообще ни разу не ни один дилер не за что не платил блин поэтому я честно говорю то что вот эта машинка на мой взгляд выглядит в принципе достойный симпатично сегодняшний день вот люди ты передвигаешься по городу все смотрят все смотрят если мы на ешке катались казалось бы нифига себе там в интерьере очень круто никто не обращает внимание на автомобиль но здесь вот все это выглядит интересно багажник у нас естественно открывается с кнопочки 406 литров нас встречает если сложить задние сиденья вот этот все дело убрать будет примерно 1114 литров у нас есть до каточка по идее они полная размер к ну да да каточка в общем все необходимо ну как обычно шотте пожалуйста и такая вещь ну многие скажут это все ерунда к этому можно даже не придираться вот ну а так вот чего-то здесь индивидуального уникального нету ни розеток ничего багажник открывается высоко давайте присядем автомобиль посмотрим что нас там встретит за интерьера и отправимся кататься переходя к интерьеру автомобиля здесь действительно есть о чем поговорить но все знаешь как тут кусками вот если смотришь на дверь принципе смотрится все симпатично достойно если переходить центральной панели до центральной части автомобиля но здесь двоякие ощущения смотрят эту часть круто сделал все на своем месте все хорошо видно хорошая эргономика интересное решение такое сделка бы подпош подогрев руля пакет теплопцы общем все что есть по комплектации я перечислять не буду потому что вы все это можете сами прочитать на официальном сайте вот если начать подниматься выше вот эти части элемента до сделано например из алюминия вот это пластик однозначно управление климат-контролем да ну смотришь как здесь уже попроще минут лет отголосок то что такие вот на мой взгляд тут именно вот эта часть не самое удачное решение но первых это смотрится как-то ну не за по мне слишком куца дисплей так и вовсе он многофункциональный здесь изначально сразу ты покупаешь машину тебя сразу будет навигация те карту дают здесь есть возможность подключить там carplay android в общем все здесь что нужно тебе есть но фишка в том то что он действительно смотрится стар вот эти поля многие отмечали в живую садишься прям глаза действительно бросается поэтому двоякие ощущения если перейти к приборной панели то же самое знаешь вот киа оптима на пресс распоминается руль макия опять же та же самая оптима двери электропривод сидений настройки здесь порядка 10 настроек в топовой версии будет 12 настроек общем память есть но этим уже ты никого не удивишь люк есть целом знаешь там чего-то такого особенного сказать прям вау если только про эту часть где-то здесь посмотреть можно что-то найти удобный подлокотник не надо поднимать вверх вот чтобы потом вот такой плоскости было значит это будет удобно здесь нет никаких режимов он вперед назад не двигается но ты сел настроил под себя нормально я говорил то что пол слишком низко находится на то сиденье ближе к полу вот я ноги на приставлю уже видеть измазался и получается такая картина а ты представь если например рядом с тобой будет сеть девушка и она на каблуках то есть ее ноги вообще вот так будут задохты то есть действительно такая фишка есть как бы в тех же самих бмв трешках я помню факт в том то что в принципе нормально сиденье у меня опущена в самый низ зеркала настроена под меня автомобиль на фарширован вентиляции подогрева круговой обзор все различные датчики все это есть поехали покатаемся потому что утра не только этого мы и брали трогать материала говорит о качестве некачественным пофигу все это поехали кататься я сразу перевожу коробку спортивный режим кататься на эко режиме экономить топлива мы не будем двигатель готов питаться 95 бензином но в принципе сюда можно смело лить и 98 прямая 50 километров в час скорость проекционный дисплей на лобовое стекло выведен очень хорошо работает газку вот москва да вот куда-то разгонишься одна камера так ну он бмв выезжает видит газу ты не дашь особо но звук есть коробка все равно знаешь скажу даже в режиме спорт нога жмешь периодически она все равно не подхватывает то есть задержка небольшая есть тормоза хорошие вот притормаживаем очень хорошо схватывать смотри вот стоит mazda 6 чуть многие люди увидим из того что я сам моздовод и много моздоводов на канале собралось всегда говорят типа сравни ее с mazda 6 парни совсем другой автомобиль mazda 6 и kia stinger это в разные вещи вот если меня спросить объективно чтобы я взял с точки зрения погоняться я бы не стал бы брать например mazda там 2 и 5 литра с турбиной который новый выйдет естественно я взял бы лучше вот этот автомобиль по мне во первых агрессивнее смотрится симпатичнее более современней вот если бы mazda представили в том виде в котором мы ее ждали другой разговор можно было бы что-то говорить а так стингер конечно сейчас на рынке это новинка вот передается звук вам рулежка очень хорошая устает на дороге несмотря на то что у него идет летняя резина подлетели в нашем случае 2 литра 247 сил 6 секунд до первой сотни максимально что можно а 33 литра 333 лошади разгон до сотки 49 заявлены 6 или 6 2 турбины стоит да еще и лауч контроль и полный привод максимально 3 2 пуса скидка если так а вот это вот конкретно миллион 2 600 хорошая . хорошая тяга у нее есть то есть видите да не вру вот сами люди подъезжают спрашивают мы тут еще с одним человеком общались оператор только не заснял все смотрят вон с такси голову ломают вот парень видите проезжает сразу так увидел то что мы его заснять хотим на audi опять спортбэк как раз сидит засматривается на нашу малышку работа подвески я считаю очень сбалансирован настроена по ровной дороге естественно вопросов ноль а отклик на руль идеальный левее правее даешь машина послушать но видно что тут машины хорошо поработали поэтому с точки зрения управляемости как минимум в городе вопросов вообще ноль как она себя поведет на скорости 250 километров в час будет конечно интересно но такие скорости развивать про на трассе не совсем правильно это не безопасно я всегда призываю придерживаться правил дорожного движения как минимум скоростного режима общее впечатление от передвижения по городу на самом деле положительный люк есть солнечная погода приоткрыл в машине на самом деле комфортно то есть в принципе все что сказал об нам уже сигналит у с точки зрения жумоизоляции тоже можно смело поставить плюсик разгоняемся мимо машины проезжают нет такого дискомфортно как в той же самой как в том же самом автомобиле d-класса 1 2 3 задержка обошла 60 разгончик есть но все равно знаешь вот нажимаешь с тормоза в пол вот секунда какая задержка есть буквально 20-30 километров и тяга прям начинается я уверен что такой задержки не будет на стингере который 33 литра вот в нашем случае говорю как есть агрессивность характера конечно можно почувствовать потому что мы едем от 40 50 я поддаю газку и по ощущениям прям видно то что она готова сорваться она прям хочет поехать быстро вперед начать набирать скорость раз держу тут именно как знаешь стабун скокунов есть такой вот он хочет пробежаться на его сдерживают дай мне прямой участок я хочу у нас тут то пешеход выйдет то какая-нибудь газель на газу а чем они считают жуткая пришлось закрыть все вот когда передвигаешься в потоке узнаете иногда хочется так вот газку дать чтобы она прям так вот прыгала прям раз раз здесь эту почему-то нету крутящий момент 353 ньютон на метр вот ей бы 600 крутящего тогда было бы совсем другое дело вот у нас есть возможность сейчас вклиниться в поток потихонечку выезжаем скоростью нас 30 километров и нужно вклиниваться поехали отлично уверенно зашли уходим с потока перестраиваемся оттормаживаемся вот видишь риота видят то что сзади едет старший брат мощный такой знаешь вкачаный братишка блещу комментариями некоторые автомобили берешь на тест-драйв тебе говорят хочешь день катайся ну ты понимаешь блин ну скучная машинка разочек покататься там часик два и отдать вот этот автомобиль вообще не охота отдавать ну что самое время делать выводы конечно же мы начнем с цены вот сейчас пока мы передвигались на автомобиле мы сделали легкую онлайн трансляцию в instagram нашего канала все кто не подписан подписывайтесь чтобы не пропускать такие вещи так вот многие люди говорят цена 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 2726 но это много за топовую версию еще больше ценник тем не менее машину берут вот совсем недавно а точнее вчера мы сняли автомобиль моего друга opel кулемин за 20000 рублей куплен он на ходу я обязательно оставлю ссылку в описании на этот видеоролик посмотрите он короткий 13 минут внешний вид автомобиля блин ну как бы я не буду говорить то что прям идеально все классно каждые выводы из вас пусть делает сам интерьер тоже самое с точки зрения надежности но по крайней мере я этому автомобилю на сегодняшний день еще верю киа зарекомендовали себя так что они особо сейчас не сыпучий да есть проблемы наверняка что-то с ним будет всплывать но покажет первую очередь время здесь техническое обслуживание стоит 12 15 тысяч вот мы сейчас катались спортивном режиме гоняли по городу стояли в пробочках средний расход по компьютеру вылетел 18 литров соответственно если кататься в более плавном режиме я думаю ну будет 12 15 литров выйти на трассу за десяточку но ниже десяточки можно будет уронить повышенный спрос к автомобилю безусловно катаешься все на него смотрят заглядываются привлекательно самая простая версия когда будет задним приводом 1 и 9 ну не то хочется конечно автомобилю с этой возможности когда будете передавать звук искусственный выхлоп вот этого рокота в салон потому что действительно круто в любом случае я огромное спасибо говорю официальному деле руки авто спеццентра находится сзади нас улица 2 машиностроение дом 6 друзья люди дали машину нужно отблагодарить обязательно сейчас попрошу у них автомобиль на длительный тест-драйв когда станет сухо тогда мы сможем с вами сделать полноценные замеры выйти на трассу разогнаться съесть куда-то на полигон погонять на этом автомобиле именно как на спортивном ну а пока что у нас все обязательно подписывайтесь на инстаграм подписывайтесь на сам канал ставьте лайки дизлайки пишите ваше мнение высказывайтесь полностью всем до новых встреч пока